как это не прозаично но в последние годы ученых интересует вопрос куда подевались таракан на первый взгляд этому событию можно только порадоваться наконец-то отпала необходимость в разработке стратегических мер по их вытравливанию ведь бактерии разносчиками которых они являются вызывают очень опасные инфекционные заболевания однако на все должны быть свои причины следует напомнить что пруссаки относятся к одним из древнейших существ на земле ведь они являются современниками динозавров причем в отличие от гигантских рептилий этим перепончатой крылом удалось таки успешно пережить и ледниковый период и падение тунгусского метеорита значит не все так просто как кажется на первый взгляд и по поводу исчезновения тараканов существует несколько версий есть например предположение что эти насекомые ушли поскольку им нечего стало есть нет количество еды в наших домах вовсе не уменьшилась но она стала менее доступна для тараканов ведь еще несколько десятков лет назад полиэтиленовые пакеты были редкостью а сейчас даже самая незначительная мелочь герметично упаковывается и добраться до пищи тараканам крайне затруднительно но если эта версия верна то исчезнув в одном месте насекомые должны были перекочевать в другое а ни в одном из регионов страны увеличение их популяции зафиксировано не было их нет даже в мусорных контейнер то есть возникает вопрос почему тараканы исчезли в глобальном так сказать масштабе и вот тут появляется версия номер два тараканов убила обилие бытовой химии которую мы используем в повседневной жизни версия над заметить достаточно маловероятное учитывая живучесть данных особей ведь по мнению ученых тараканы способны пережить даже ядерный взрыв есть еще одно предположение возможно тараканов угнетает радиочастотное излучение ведь сегодня сложно представить дом или квартиру в которых бы не было микроволновой печи компьютера с вай фай или радио мобильных телефонов а ведь все это вместе создает мощное радиочастотное поле которое воздействует на все живое в радиусе его действия вполне возможно что организм тараканов казался чересчур чувствительным к подобного рода излучению и колония пусаков просто-напросто погибла не исключено также что обилие генномодифицированных продуктов подействовала угнетающе на репродуктивную функцию этих насекомых и с ними произошло то о чем давно уже ученые предостерегают нас людей возможно евроремонты с применением химии и не экологичных материалов оказались губительными даже для проживания этих долгожителей тогда сам собой возникает вопрос а полезна ли нам та среда в которой даже тараканы не способны существовать ну и последняя версия фаталистическая я думаю все помнят почему с корабля бегут крыса так вот некоторые следователи утверждают что в былые времена тараканы исчезали именно в преддверии каких-то катаклизмов так например упоминается что они полностью пропали перед второй мировой войной а в китае перед крупным с землетрясением не значит ли что исчезновение тараканов это своеобразное предупреждение нам людям о приближающейся опасности в китае